Всем привет! Сегодня мы займемся REST API. Построим простой, очень простой API, который будет делать примерно то же самое, что делал Chuck Norris API. То есть, если помните, мы пользовались чужим API, чтобы получить случайную шутку от Чака Норриса. Мы сделаем нечто похожее, но вместо Чака Норриса мы будем использовать фразы Оскара Уальда. То есть, мы также сделаем случайную фразу и... Ну, пожалуй, по номеру, да и хватит. И что-то... Да, и также будем возвращать JSON. Так, как видите, я уже напечатал волшебную строчку mix, phx, new, wild и flag. Но это... Базой данных мы пользоваться не будем. Мы сделаем... Воспользуемся... RLang-решением. Это база данных памяти, скажем так. И из нее будем вытаскивать значения. Работает эта база очень быстро. Так. Что нам нужно? Нам нужен сайт, откуда мы можем взять... Я тут уже нашел какой-то сайт. Прямо скопи-пайсим отсюда. Цитаты и... Засунем их в нашу базу данных. В памяти. И потом... Будем обрабатывать запросы. Вот такой примерно план. Что ж, поехали. Создаем новый проект. Ташинг-депенденси. Так. Скачали. Скачали, скачали. Значит, это нам больше не нужно будет. Вот наш макет проекта. Создадим здесь... Папку... Дата... И в ней... Мы создадим... Ммм... Не то сделал. И в ней мы создадим... Текст... ДХТ. Идем на сайт... И... Просто копипастим. Копипастим это все. Значит так. Вот я скопипастил все это дело. Сохранил. Теперь идем в папку lib. И... Создаем, значит, файл. Help. ETS. Как я уже говорил. Мы будем сохранять всю... Виртуальную базу данных. Поэтому... И назвал... Help. ETS. Пишем... Дев. Модуль. Дев. Модуль у нас... Wild. Wild. Точка. Help. ETS. Значит, у нас будет... Функция create. ETS. ETS. И... Функция... Которая будет... Читать. Которая будет... Которая будет... Читать наш файл и парсить его. Значит так. Читаем файл. Пишем read. Безопасно. Хотя не обязательно. Ну ладно, оставим этот... Выскочить этот знак. Это типа безопасно. Ошибка может выскочить. Вернее, пишем data. Data. Text. Tcht. И... Гоним, гоним, гоним. Значит так. Для начала нам нужно все засплитить. Все засплитить. Сплит. 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 Стринг. Сплит. Там будет одна большая строка и ее нужно будет засплитить. Сплитим. Ммм, опять не то пишу. Опять не то пишу. Используем regex. Regex, 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 regex. Хотя, кстати, вот это, кстати, без разницы, как вы назовете. Там можно разные использовать. Кавычки. Ограничители. Так. Внутри мы указываем, что... Возможные варианты. Сразу все. Так. Засплитили. Теперь нам нужно это все дело поместить... поместить. На всякий случай мы... сделаем следующее. Обрежем концы. Так. И теперь нам нужно... пустые строки вот эти и вот эту строку исключить из списка. Поэтому мы воспользуемся... Опять и нам. фильтр. Пишем fn. Итак. Какие тут у нас варианты? x не равно пустой строке. and... x не равно... rascarualdo. Так. Вроде как все. Давайте проверим. Давайте проверим. Пишем. yes. but. s. mix. Сразу скопируем название. Посмотрим, что у нас выдаст. Компиляция, компиляция, компиляция. Отлично. И... read and... make... rest. Так. Что-то не очень красивое. Это все выглядит как одна большая строка. Хотя я вроде как засплитил. А. Это странно. здесь какой-то знак непонятный в конце. Хм. О. Oscar Wilde. Так. Что-то у нас было в конце. это. Угу. Так. 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 Так, так, так. дорогих выражения с плечу почему не засплетилась то непонятно ладно не совсем понял прикола оставлю на потом пока это неважно я здесь присвоил сперва а потом пропустил через фильтр так что мне тут не нравится мне не нравится вот эти вот значки вот эти значки мне не нравятся так что да буду их удалять буду их удалять это у нас кавычки и апостроф это тут я видел еще апостроф тоже не совсем красиво он это делал так что пропустим здесь еще через пару фильтров вернее заме сделаем замену на пустое значение да знаю что не самый луч алгоритм но зато он очень очевидный и будет выполняться на самом деле всего один раз перед стартом так 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 нашел я это апостроф заменил сохраню рекомпайл сделаем рекомпайл и запустим по новой вот наш список значит так вот наши цитаты в лист теперь что нам нужно сделать нам нужно нужно запомнить заполнить и т.с. значит смотрите кому интересно почитайте его здесь более подробно я уже тут ознакомился поэтому буду сразу писать что и как пишем и т.с. new название будет у него будет оскар и устанавливаем следующие флаги set то есть множество ни одна цитата не повторяется дальше protected вот это к слову protected и set это дефолтные настройки их можно было даже не писать но прописала пропишу их явно и named table protected это у нас как здесь написано вот чтение доступно для всех процессов только запись только владельцу rename table это чтобы я мог обращаться по имени теперь дальше поехали дальше 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 значит мне нужен лист значит read 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 вот мы лист дальше 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 мне нужно все вот эти вот из листа загнать сюда но чтобы наш скажем так более реалистично чтобы немного сделать все это мы добавим структуру стракт сделаем значит так со временем можно будет улучшить сейчас кажется непонятно но сейчас я все добавлю и будет более не менее ясно пишем опять wild wild x значит dev модуля модуля wild wild пишем struct д д да вместе надо было писать dev struct и какие тут у нас варианты вот изначально его и например мы можем второй задать жанр ну не жанр, а ну пусть будет тип то есть к чему относится то есть это может быть про смерть, про жизнь цитата общая то есть тема топика даже да назову топик и будем использовать вот эту структуру по дефолту сделаем пока напишу тут в смысле реализовать скажем так, это план на будущее а пользоваться мы пока будем только квотом только квотом так теперь нам нужно все это загнать в нашу данную в нашу базу пишем следующий финт один лэнг то есть создаем range подготавливаем его в базе данных мы будем обращаться по ключу чтобы создать ключ нам вот этот range нужен теперь мы зипим 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 это самим листом и пишем и все это передаем в мапу у нас получилась мапа теперь для каждого значения из мапы что мы будем делать мы будем записывать базу данных пишем и нам each теперь функция здесь id поскольку мы зипили и предложение какое-то напишу words так теперь вставка ets пишем insert имя поскольку мы сказали что мы можем обращаться по имени оскар и что записываем а записываем мы следующее id это будет наш ключ и а вот здесь мы воспользуемся нашей структурой мы воспользуемся нашей структурой так вот words а вот это если вы захотите можете сделать самостоятельно тут как автоматизировать это надо посидеть и каждую отдельно разобрать куда к какому классу к какому топику цитата относится это долго ну что потому что всем простым у нас приложение скажем так не было добавлю на будущее поскольку я здесь не указываю топик то возьмется дефолтное значение вот здесь вот теперь это мы дело сохраняем и вернем окей что типа все удачно на всякий случай так вот мы создали прочитали и заполнили пазу данных теперь можно закрыть это теперь если вы помните я рассказывал что точкой старта точкой старта точкой старта у нас является wild application wild application модуль wild application вот мы нашли этот модуль модуль вот он lib wild application и вот здесь что мы сделаем мы так эту функцию я сделал сразу приватный мы будем вызывать мы будем создавать то есть когда у нас стартуется приложение у нас уже будет уже 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 будет база данных и к ней мы сможем обращаться так вот создали база данных теперь готова обращаться к ней мы можем дальше это нам не нужно не нужно не нужно то есть открываю это пока оставим так теперь нам нужно создать по какому адресу собственно обращаться будем то есть нам нужно контроллер раутер view пишем поскольку мы будем работать с json вот это нам не нужно можно даже закомментировать и раскомментировать нам нужно вот эту часть сколько мы будем отдавать json и соответственно нам нужен плаг так и вот здесь добавляем следующий метод get рэндом рэндом так кстати интересно я хочу узнать сколько у меня всего получилось сколько у меня всего получилось так этому я раскомментирую recomp так Так, recompile, 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 recompile. О, ну вот, теперь ошибка. Unaspected token, help.ts 10, 10, 10, 10, 10. А, я n забыл поставить, я n забыл. О, хорошо, что я сейчас увидел, and. Отлично, и теперь я пользуюсь. Значит так. И я хочу узнать, сколько у меня получилось всего, 67, 67 цитат. Так, 67 цитат получилось. Напишу здесь скобочка пока, 67, чтобы не забыть. Значит, getRandom, снова используем homeControl, control, homeControl, контроллер, контроллер и random назовем. А тут show id, я его так назову. Так, с раутерами мы разобрались, теперь нужно разобраться с контроллером. Контроллер. Идем, создаем контроллер. И сразу создаем view. home view, devmodel, значит так, wildweb, home view, use wildweb. Так, с view разобрались, помните, что контроллер использует данные view. Теперь создаем модуль здесь, devmodel, wildweb, home controller, подключаем функциональность, wildweb, контроллер. Какие там у нас меды были, show. Сразу парсим, pattern match. Так, и random bold. Есть параметры нам не важны. Так. Теперь нужно вернуть. Нужно вернуть. То есть, ets, результат, напишите, result. Вот. ets, 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 lookup, ets, lookup, oscar и... У меня ключи, обычные цифры. А вот это у меня строка, поэтому мне нужно ее сперва преобразовать в string, to integer, to integer, 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 id. Так, и давайте проинспектируем, что это у нас возвращается. Что возвращается. Что возвращается. Значит так. Puts. Yo, 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 yo. Inspect. Results. Сохраняем. Local. Local, 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 Local. Local API. API API, API, Local API, Local API. Почему local.api? Потому что мы сперва проходим вот через этот путь, а потом к этому пути добавляются вот эти подпути. Local и... что-то мы там используем. Show. API. Show и какой-то индекс у нас будет. Такс. Нам нужно поднять сервер. Like, halt. Выходим отсюда из оболочки и поднимаем в сервер. Mix, phx, сервер. Так. Угу. Так. Неправильно написал. Сейчас пофикшу. Пофигшу. В каком? ETS, new. ETS, new. ETS. Неправильно написал. Неправильно написал. Так. Где там оно? У меня был helper. Не ETS, а ETS. Так. А в контроллере? В контроллере нормально всё. Пробуем ново. Снова, снова, снова. Compile. Compile. Отлично. Отлично. Сервер подняли. Пробуем. Да, да, да. Я знаю, что будет ошибка. Но наша цель – посмотреть, что прячется. А прячется, как мы видим, список. Список. Тупо и мапа. То есть, запомни, даже если мы возвращаем, просим всего лишь одно значение, то на самом деле нам всегда вернётся список. Так что можно сразу распарсить вот таким вот образом, чтобы тупо внутренний. Теперь дальше. Один нам не нужен. Мы будем отдавать вот эту вот внутреннюю структуру. Внутреннюю структуру мы будем в result. Так. И пробуем снова. Пробуем снова. А, теперь мне нужно ответ отдать. Поскольку мы собираемся JSON отдавать, у контроллера есть, вот я сразу тут подготовил, функция JSON, то есть она принимает, как всегда, как и любой ответ, тип рендера, con, а потом какой-то терм. Терм у нас в данном случае будет struct. Struct wild, wild. Так что пишем JSON, передаем con, и наш результат. Смотрим. Смотрим, смотрим, что у нас получилось. Так, пишем protocol.json не имплементирован для wild-wile. И вот здесь у нас есть подсказка. Derived.json, то есть выведи и над нашей структурой. Так что это мы копируем. Идем в нашу структуру. Это чтобы автоматически нам парсило. Так, где наша структура? Вот наша структура. И добавляем. Мы, например, хотим, чтобы отдавало пока. Давайте только квод. Поскольку второе у нас не реализовано. И пока будем только квод. И пробуем. И... Та-дам! Отлично! Работает! Давайте попробуем. 5. А если бы, допустим, мы бы здесь добавили бы топик, то увидели бы топик. Но он у нас не реализован. То есть надо посидеть отдельно, но разбирать 67 цитат это как бы ну займет прилично времени. Так что давайте пока отдавать без топика. Так. Что я еще хотел сделать? Так, так, так. Случайное число, случайное число. Случайное число. Значит, иду в контроллер, в контроллер. И мне нужно... Фактически то же самое нужно будет сделать. Только... вот здесь. Мне нужно рандом. Рандом, рандом. Эликсир, рандом, номер. Эликсир, рандом, номер. Эй, что происходит? Копирую. Тормозит. Ладно. Рандом, униформ. И от единицы до н. То, что нам нужно. Значит, уже забыл. Ранд, униформ, ранд, униформ, и 67. И это у нас будет по адресу рандом. Окей, давайте попробуем. Рандом. Так, что я тут опять неправильно сделал? Контроллер 14, контроллер, home-контроллер 14, home-контроллер 14. А, забыл. Мы же пользуемся эрлангом, поэтому нужно здесь две тюзечки. Та-дам, та-та-та-там. Ну, собственно, мы сделали то же самое, как у Чакт Норриса. Возвращаем случайную строку. О, случайную цитату. Вот, все. Наша пи готов. То есть, мы возвращаем либо случайное значение, либо значение, которое просит пользователь. Просит пользователь. Здесь, по идее, можно сделать проверку, если желаете, делайте проверку. Я сегодня на этом заканчиваю. То есть, давайте вкратце повторим, что сделали. Сперва нашли данные, которые будем выводить. Потом мы их с помощью вот этого небольшого модуля организуем таблицу, которая живет только в памяти. То есть, если приложение умрет, то и все умрет. В принципе, можно сохранять на диск. Но нам это не нужно. Запускается это один раз перед стартом. То есть, где вот стартует все приложение, где у нас Application. Вот, Application. Application Start. Вот здесь мы указали функцию, которая у нас запускает данную базу данных. А теперь мы сможем к ней обращаться. Здесь вы видите еще точка старта. Endpoint. Здесь, по идее, еще запускается база данных. Но поскольку мы не отказались, соответственно, ее и нет. Так. Потом мы создали раутеры. Потом View. View. И, собственно, контроллер. Из контроллера мы вытягиваем нужную данную. Возвращается, помните, всегда список. Вытягиваем нужную данную. Нужные данные. Данные у нас представлены в виде стракта. Чтобы Phoenix мог корректно вывести, нужно сделать следующую директиву Derive, JSON, Encoder и перечислить поля, которые мы хотим, чтобы отображались. Чтобы нашу структуру корректно отобразить в JSON-формат. Потому что сама структура на самом деле содержит еще поля, помимо вот этих основных. Ну и, собственно, все. Потом мы воспользовались функцией JSON, которая у нас рендерит JSON, то есть отдают JSON. Вот наш простой IP. That's all. В следующий раз разберем, какой он более сложный IP. Это уж совсем простое. Может, даже загрузим на какое-нибудь облако. Посмотрим. Ну все. See you next time. Субтитры 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 Субтитры